Добрый день! Я Олег Степанёк и это программа «Большой город». В ней мы рассказываем о столичной жизни. Она разнообразна, суетлива и шумна. От каждодневных забот и проблем мы отдыхаем дома. Качество этого отдыха зависит от качества нашего жилья. Оно должно быть тёплым, чистым и надёжным. В нём должно работать всё, к чему мы так привыкли – водопровод, лифт и даже дверь в подъезд. Сегодня мы поговорим о капремонте. Это мне не интересно, это меня не касается, наверное, скажет кто-то из вас. Возможно, пока не касается. Так что же такое капремонт? Ведь он не только доставляет нам неудобства, но и бьёт по карману. Кстати, о деньгах. За что должны платить жильцы, а за что нет? А главное, кому надо готовиться к этому? В какие дома и в каких районах придут рабочие в следующем году? Выясним совсем скоро. А пока предлагаю узнать, чем запомнилась эта рабочая неделя нашим корреспондентам. События пяти дней в традиционном обзоре. В столичной мэрии утвердили бюджет Минска на 2016 год. Основная часть расходов, а это 40 процентов от всего объёма, традиционно будет направлена на поддержку сферы образования, здравоохранения и социальную защиту. К слову, в следующем году почти на 15 процентов увеличится вложение города в укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, школ, гимназий. У минчан появилась возможность уменьшить количество времени, проведённого в почтовых отделениях. Для того, чтобы отправить письмо, больше не придётся стоять в очереди. Достаточно лишь прибегнуть к помощи специального автомата. Умная машина выполнит все необходимые операции, взвесит конверт и распечатает данные об адресате. Сейчас в столице установлено около 40 почтовых помощников. В Минске разрабатывают новые схемы метрополитена. Такие бумажные системы ориентирования в следующем году появятся на станциях метро Кунцевщина и Уручье. Таким образом, каждого пассажира на входах и выходах из подземки будет встречать подробная карта местности с детальным описанием районов и необходимых объектов. А чтобы минчане не заблудились в столичных лабиринтах, каждый выход из метро будет пронумерован. Первый в микрорайоне Лебяжий Яслисад сегодня открыли по улице Ржавецкой. Детское царство рассчитано на 190 малышей. Организовано 10 групп для дошкольников в возрасте от 2 до 6 лет. В распоряжении воспитанников все необходимое. Игровые комнаты, музыкальные и компьютерные классы, спортивные залы и даже бассейн. В рамках республиканской акции «Наши дети» руководство столичной мэрии побывало в городском поселке Кривичи. Уже полгода расположенное здесь спецучилище находится под шефством Минго-располкома. В преддверии новогодних праздников всем без исключения воспитанникам вручили сладкие подарки и порадовали праздничным концертом. В историческом центре Минска распахнула дверь и новая арт-гостиная. Второй филиал музея истории города Минска прописался по улице Герцена. В распоряжении ценителей высокого два этажа с предметами искусства. Причем нижний уровень находится под землей. Гостиная уже открыта для посетителей. Порядка 70 катков зальют в разных уголках столицы сразу с наступлением зимних холодов. Главные ледовые площадки традиционно разместятся у Дворца спорта на Октябрьской площади и возле Национальной библиотеки. Между тем, на неделе серьезного похолодания синоптики не обещают, а вот в новогоднюю ночь минусовая температура все-таки прогнозируется. По итогам молодежной инновационной недели в столице выбрали лучших разработчиков. Торжественная церемония награждения прошла в Парке высоких технологий. Оригинальными были признаны идеи в области робототехники, компьютерной инженерии и IT-сфере. В этом году представить свои проекты на суд бизнесменов, инвесторов и столичной мэрии смогли 65 инноваторов. А вот лучшие разработки в скором времени планируют воплотить в жизнь. На вопросы большого города сегодня отвечает генеральный директор государственного объединения Минское городское жилищное хозяйство Виталий Смирнов. Виталий Алексеевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тема нашей сегодняшней беседы, на мой взгляд, довольно животрепещущая. Это капитальный ремонт домов. Я знаю, что его объем в следующем году увеличится в более чем полтора раза, если не поправите меня. Скажите, пожалуйста, кому же готовиться к этому? Сколько это домов и в каких районах? Ну, абсолютно вы правы. Я хочу сказать, что для того, чтобы нормально, стабильно эксплуатировать жилой фонд, нужно ежегодно выполнять капитальный ремонт порядка 3% от всего жилого фонда обслуживаемой территории. И обслуживаемой жилого фонда. Значит, у нас в феврале месяца этого года было заседание Мингосполкома, в котором было поручено администрациям районов города Минска разработать перспективные планы капитального ремонта на 2016 и 2017 год. Эти титульные списки есть, они размещены на сайтах официальных ЖЭО района, на сайтах администрации района. То есть, мы уже знаем перспективу, что мы планируем в 2016 году, что мы планируем в 2017 году. То есть, каждый гражданин, который хочет посмотреть, на сайт заходим, смотрим, на стендах ЖЭО районов есть эта информация о том, что мы запланировали. Каждый год, как правило, это в конце года, утверждается финансирование, это бюджет города Минска, решение Минсполкома. И под это выделенное финансирование формируется уже непосредственная программа капитального ремонта с учетом начала выполнения работ, с учетом завершения работ, то есть под тот объем финансирования. Ну, уже мы сегодня знаем точно, что мы планировали в этом году отремонтировать 670 тысяч метров квадратных жилой площади. Значит, мы на эти цифры, показатели, мы и выходим. То есть, у нас осталось вот из 200, 234 объекта в этом году было в работе. Значит, у нас осталось, наверное, порядка 16 объектов напряженные, наверное. Ну, работа идет в соответствии с графиками. То есть, планируем мы обеспечить в этом году 670 тысяч. На следующий год у нас уже есть четкое понимание о том, что мы 695 тысяч мы сделаем обязательно. И работаем над тем, чтобы минимизировать. Таким образом, то есть, любое начало капитального ремонта, конечно, в обязательном порядке необходимо провести торги. Конкурсные торги по выбору подрядной организации. Как пример, в этом году на тех торгах, которые мы проводили, значит, организации давали снижение от стартовой цены, которая предусмотрена проектом, на 10, 15, до 30 процентов у нас было снижение. То есть, и за счет вот сэкономленных этих средств, которые за счет этих проведений торгов, мы планируем опять еще больше увеличить те объемы проведения капитального ремонта для того, чтобы выполнять эти работы. То есть, таким образом. Ну, вот вы сказали, что в следующем году где-то 695 тысяч квадратных метров. Уже точно. А вот можете сказать, вот я не специалист, мне трудно апеллировать цифрами, сколько это приблизительно домов? Около 240 домов. Около 240? Это, насколько я понимаю, во всех районах Минска? Да. Около 240? Я говорю, зависит от Минска. То есть, в каждом районе это различное количество. Каким образом формируется программа капитального ремонта? То есть, не просто так взяли и захотели. Вот давайте этот дом, он... Вот, я как раз хотел вас об этом спросить. Ну, важный тут момент. То есть, все спрашивают, почему мой дом 5 лет старше, а вы его ничего не делаете. А этот дом на 5 лет младше, а уже приступили. Ежегодно в обязательном порядке мы проводим осенние осмотры и проводим весенние осмотры. Осенний по программе осеннего осмотра жилого фонда мы формируем программу текущего ремонта на следующий год. По весеннему осмотру, когда мы провели этот жилой фонд, осмотрели, значит, мы формируем программу, точнее ее уже уточняем, корректируем, направляем те выделенные средства, которые на текущий ремонт, мы их направляем на неотложные. Есть какие-то неотложные, где надо приступить к каким-то работам. Но важный момент, что ежегодно эти акты весеннего осеннего осмотра, они сохраняются, анализируются, делается анализ. И каждый год мы видим динамика, каким образом дом сохраняется, ремонтируется, выполняется. То есть, видим, что да, вот непосредственно вот этот дом, в нем уже требуется проведение капитального ремонта. Это оказывается в проектном институте, так называемой, прединвестиционной стадии. То есть, они должны обследовать этот дом, дать свое заключение, какие виды работ в обязательном порядке нужно делать, какие виды работ, наверное, может и потерпеть, и не надо делать. То есть, формируется программа капитального ремонта от общего состояния жилого дома, от его всех состояний инженерной коммуникации. Как они там, в каком они состоянии, когда был последний раз текущий ремонт, что делалось при текущем ремонте. А вот все-таки подробнее, в каком состоянии должен быть дом, чтобы его потребовалось делать капремонт, все-таки, чтобы его поставили в очередь на капремонт. Вот хотя бы общие какие-то признаки, опишите, пожалуйста. Дом должен быть в эксплуатации не менее 25 лет. Трубы отопления и водоснабжения не менее 20 лет, 25 лет. Трубы канализации, вообще их срок 60 лет. Трубы водоснабжения от 15 до 20 лет. При текущем ремонте мы меняем какие-то участки. То есть, смотрим, что вот этот участок трубопровода в подвальном помещении или на стояках водоснабжения требуется провести замену. Вот мы эти участки как бы меняем за счет средств текущего. При капитальном ремонте, как правило, это все делается комплексно. Есть четкий перечень работ, определенный приказом Министерства ЖКХ. Которые входят в капитальный ремонт. Что мы должны делать при капитальном ремонте. И вообще, что такое понятие капитальный ремонт? Это восстановление того, что было. То есть, не что-то новое там изобретать нужно делать. А вот был дом, есть у него, есть по проекту все изначально построенному у этого дома. Ну, все, что у него есть, он должны все это как бы восстановить. При капитальном ремонте меняется, как правило, это магистрали водоснабжения холодного и горячего. Как правило, это меняется оборудование теплового угла полностью. Как правило, это меняется стояки холодного и горячего водоснабжения. Внутренней инженерной системы всего дома, что у нас связано с эксплуатацией всего дома. Кровельное покрытие тоже, как правило, это меняется. Ну и на фасаде здания, это мы, конечно, рассмотрим то, что у нас подлежит износу, это балконы. Балконы, лоджии, то, что требует восстановления и ремонта. То есть, окна за счет средств граждан, потребителя, собственника квартиры или нанимателя квартиры, окна. Тепловая модернизация, то есть, многие сейчас вопросы, почему мы не делаем, почему мы не делаем. Потому что в этом понимании, это не капитальный ремонт, это уже модернизация. Да, были времена, когда, ну, наверное, были какие-то возможности бюджета города Минска дополнительно финансировать на те работы, которые связаны с тепловой модернизацией. Сейчас эти работы выполняются, не будут при капитальном ремонте. Это категорически запрещено, есть приказ, ну, не только министерства, но это и по логике, и по жизни так не должно быть. Потому что, в том числе, у нас на сегодняшний день уже 96, наверное, процентов, 95 приватизированные квартиры. То есть, это собственники. Разрабатывается новая нормативка, которая будет позволять все-таки, как собственникам или участникам этого совместа, довольно-таки каким-то образом финансировать работы по модернизации, если это необходимо. Потому что, ну, по многим домам смотрели, что и нет необходимости провести тепление. Да, там, где промерзают стены, есть и такие случаи у нас, мы их выявляем, когда смотрим. Ну, вот эксплуатация дома происходит, выявляется все-таки утеплитель, который был внутри панельных стен, как правило, это некачественная работа системы вентиляции, не совсем может быть достаточная работа системы отопления. То жилищно-эксплуатная служба должна прийти, обследовать, выявить причину этой возникновения, этой сырости. Возможно, ну, в исключительных случаях, все-таки проводим какие-то фрагментарно, какие-то участки для утепления. То есть, ну, такое есть. Но при капитальном ремонте это понятие, слово модернизация уже не будет. Потому что это, ну, четкое понятие, капитальный ремонт жилого дома. Выполнить, восстановить то, что предусмотрено на проектах. А есть какие-то временные ограничения по проведению вот этих ремонтных работ? Есть. Опять же, есть технический кодекс системической практики, которым регламентированы сроки проведения капитального ремонта. И сколько? Различные сроки. Ну, как правило, вот стандартная хрущевка, пятиэтажка, это 7-8 месяцев. До года. Больше года у нас, наверное, ну, это уже единицы там, которые, ну, сложно говорить, потому что есть там и два подъезда, есть и 30 подъездов у нас такие дома в городе Минске есть. Конечно же, соответствующий срок другой. Скажите, а когда жильцов предупреждают о том, что в их доме будет вестись капитальный ремонт? Мы за месяц должны провести собрание. Рассказать те виды работ, которые мы будем делать. Что предусмотрено проектом смертной документации, какие сроки, какая подрядная организация будет выполнять, кто вот ответственный человек, вот к нему обращаться можно, технический надзор, который будет исследовать, вот авторский надзор проекта института, который автор этого проекта, вот подрядчик, прораб, директор, вот мы всех представляем, рассказываем за месяц и в это время должны раздать договора на выполнение работы. То есть взаимоотношения между собственником-нанимателем и эксплуатирующей организацией ЖРО в рамках проведения капитального ремонта. В законе о защите права потребителей, жилищно-коммунальной, прописано, что не менее чем за 10 дней до начала выполнения работы этот договор должен быть заключен. То есть на проведение капитального ремонта, в принципе, согласие жильцов не требуется? Нет, конечно же, потому что это затрагивает общие конструкции дома. Сейчас вот такая небольшая иллюстрация к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Моя коллега Вероника Кондратюк капитально подошла к теме капитального ремонта в отдельно взятом доме. Посмотрим ее материал. Нет, ухольчики не будут делать, не будут, зайка. Маленький Кирилл снова болеет. И это несмотря на то, что буквально месяц назад малыша выписали из больницы. Мама Наталья сетует. У ребенка, как у пожилого человека, целый перечень диагнозов, среди которых хронический бронхит, дерматит и пневмония. Вот ручки какие у него все. Постоянно он кашляет. Если это вот как-то не улучшит наше жилье, придет вас. Это уже будет достаточно серьезно. Дом, в котором живет семья Шленских, построили еще в 49-м году. С того времени в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Насколько в удручающем положении находится жилье, сегодня скрывает свежий ремонт. Но там, куда руки хозяев пока не дошли, видно, что дом буквально рассыпается на части. В ванне. Потолка у нас вообще нет, то есть все обсыпалось. Труба очень, не знаю, может быть, скоро и лопнет она. Потолки, вот, пытаемся что-то сделать, как-то выровнять, утеплить, потому что щели сыра в квартире постоянно. Меня с клюшкой сфотографируйте. Потрескавшиеся стены и потолок. Не самая приятная картина открывается и в квартире у пенсионерки и инвалида Людмилы Васильевны. В доме, который строили еще военнопленные немцы, раньше не было даже ванных. Позже их установили в кладовых. На площади 2 на 2 квадратных метра умудрились сделать и уборную. Когда бачок от унитаза у пенсионерки сломался, сантехники объяснили, чтобы поставить новый, необходимо убрать ванную. А где постираться? А где кости обмыть? Нет нигде. Нам не надо уже капремонт. Его надо бульдозером снести этот сарай, понимаете? Как дом, который стоит уже полстолетия, ни разу не ремонтировали, остается для всех загадкой. Сегодня ответа на этот вопрос добиваются целых три поколения его жильцов. За объяснением ситуации они не раз обращались в ЖРЭУ и администрацию заводского района. После многочисленных жалоб дом в 2010 году постановили снести. Спустя два года решение отменили. Но когда версталась городская программа капитального ремонта, исполнительная власть, наши дома как бы подснулись. Их нигде не включили. То есть мы попали в ту яму, которая в настоящий момент существует. Последняя встреча с администрацией заводского района в среду произошла из ЖРЭУ, где было официально заявлено представителем исполкома, что ничего делать не будем, живите как живите. Как нам жить? Усугубляет положение стройка новой многоэтажки, которая вызывает дополнительную вибрацию и шум. Кроме того, прямо под окнами появились лужи грязи, ведь строительная техника в нарушении всех норм ездит прямо по дворовой территории. Эта вот трещина, это все идет от стройки, потому что дом вибрирует, трясется. Когда делали укатку с земли, вот лежишь на диване, и тебя трясет. Посуда, все в секте, все трясется. Дети просыпаются от шума. Вчера тоже самое невозможно было дома находиться, потому что в 11 часов они что-то забивали, там били. В 2016-2017 году капитального ремонта в данном доме не планируется. Программа специального ремонта на последующие два года утверждена решением администрации заводского района в списке домов, подлежащих капремонту данного дома нет. А значит, жильцы дома могут смело обращаться в администрацию района и требовать собрать комиссию, которая бы объективно оценила состояние жилого строения. Ведь те, кто живут под крышей дома номер 6 по улице Челюскинса, в прямом смысле слова рискуют своей жизнью. А вот надежды жильцов по улице Надеждинской оправдались. Капитального ремонта здесь ждали тоже не один год. В итоге свершилось. Обновленный фасад, новая крыша, отремонтированные подъезды радуют глаз. Начало работы у нас было в октябре. Учитывая третий приказ Миндонкомхоза, у нас сократили сроки, сократили объемы работы. И в настоящий момент у нас выполнены работы по замене инженерных систем газоснабжения, водоснабжения, канализации. Согласно указу номер 3 Министерства жилищного хозяйства, капитальный ремонт в большом городе проводится по единому плану, в котором четко прописывается, что делается за счет бюджетных средств, а за что придется заплатить самим жильцам. К такому решению городские власти пришли не случайно, ведь после проведения ремонтных работ стоимость жилья увеличивается на 20-30%. Были исключены определенные виды работ. Это виды работ, которые касаются благоустройства дворовой территории, ремонта подъездов, замена почтовых ящиков, замена окон. Но все это делается сейчас за счет собственников и жилых помещений. Список домов, подлежащих капитальному ремонту, формируется по осени. Для этого каждый эксплуатационный участок организует специальную комиссию, которая проверяет состояние каждого объекта, стоящего на учете. По всем правилам, основательный ремонт должен проводиться не реже, чем один раз в 25 лет. Программой предусмотрен капитальный ремонт по 30 объектам. Из них 8 объектов, переходящих с 2014 на 2015 год с вводом площади, 13 объектов, вновь начинаемых в 2015 году с вводом площади, и 9 объектов, вновь начинаемых и переходящих на 2015 год без ввода площади, что составляет 130 тысяч метров квадратных площади жилья. Под эти цели выделено финансирование по размере 129,1 миллиарда рублей. Из них 89,5 миллиарда рублей – это местный бюджет, и 39,6 миллиарда рублей – это числение населения и арендаторов. Всего в 2015 году на капитальный ремонт жилого фонда столицы было выделено более триллиона рублей. Сумма не маленькая, но и количество домов, возраст которых уже превысил критическую отметку, с каждым годом растет. Специалисты надеются, что реформа правил ведения капитального ремонта уравняет желаемое с возможным. Вероника Кондратюк и Павел Хатько для Большого города. Скажите, пожалуйста, дается ли какая-то гарантия на качество работ? Что делать? Куда обращаться, если, допустим, отделка, трубы не выдержали проверки временем? На все виды работ дается гарантия в обязательном порядке не менее пяти лет. Это строго, то есть это конкурсная документация, то есть подрядная организация при участии в тендерных подрядных торгах обязана дать гарантию на все свои виды работ, выполняемые, не менее пяти лет. Это соблюдается очень строго, следит и контролирует, оформляется, когда подписывается акт ввода объекта в эксплуатацию, оформляется в обязательном порядке гарантийный паспорт. В любом случае, если выявлены случаи несоблюдения сроков, или точнее, если не... Что-то отвалилось, что-то перестало работать. Я хочу обратиться в эксплуатирующую организацию, которая обязана принять меры по восстановлению, ремонту, проведению порядок. Это как гарантийное обязательство подрядной организации. Подрядная организация обязана выполнить. В случае, если она не выполняет, то применяют соответствующие страхные санкции. Есть у нас страховые случаи даже в этом случае. В любом случае, эта работа будет восстановлена, сделана, но за счет подрядной организации. Сейчас немножко отличимся от темы капитального ремонта, но, как бы то ни было, поговорим о поддержании в надлежащем состоянии домов. Я знаю, что в следующем году планируется заварить около тысячи мусоропроводов. Скажите, изменились ли эти планы и за чей счет будут проводиться эти работы? Планы не изменились. Планы у нас таким же образом, наверное, и остаются. Ну, хочется отметить, что в этом году у нас были планы в 113 жилых домах заварить стволы мусоропроводов. Мы на сегодняшний день уже эту программу, наверное, выполнили и перевыполнили. На 129 жилых домах мы уже в этом году заварили стволы мусоропроводов. Но, как бы, результативность, ну, мы проводим собрания. Ну, во-первых, первое, что нужно, согласие жителей. То есть, должны сказать, что да, они согласны. Проводим собрания. Ну, простое большинство методом опроса, голосования. Ну, как правило, все равно должно быть письменное это согласие. 51% должны дать согласие, чтобы все-таки заварить его. Ну, после этого лично склонная организация за счет средств текущего резмонта проводит эти работы по завариванию. Ну, по сути дела, это недорогостоящая эта работа. То есть, это несложно. Важный момент, что мы должны обеспечить... Куда же все-таки этот мусор... Вот я только хотел спросить, готовы ли коммунальные службы к этому? Да, важный момент, что мы должны, в первую очередь, перед тем, как все-таки заварить, должны сначала обеспечить место, куда складировать этот мусор, крупногабаритные отходы, вторичные материальные ресурсы. Ну, решается тремя путями. Первое – это устройство новой контейнерной площадки с устройством, на ней соответствующее количество контейнеров для вторичных материальных ресурсов, для крупногабаритного мусора, для прочих отходов. Второе – там, где уже есть эти контейнерные площадки, то есть, дополнительно поставить то необходимое количество контейнеров, чтобы это... Ну, и третье – к сожалению, у нас такие и такие есть случаи, что плотная застройка жилая, есть норматив, что контейнерная площадка должна быть не менее 20 метров от окон жилого дома, и, обращу внимание, именно контейнерная площадка. И есть такие случаи, вот у нас, ну, недавно был, что, к сожалению, негде ее построить, хотя люди чуть ли не сами изъявили желание заварить, то есть, даже мы не проводили собрание, но в итоге, пока временно решили, мы поставили контейнер, ну, там, где он рядом с мусороприемной камерой. Жителям частных домов, насколько я слышал, будет предложено брать в аренду контейнеры для мусора. Скажите, пожалуйста, так ли это и на каких условиях? И сколько это будет стоить? Ну, суть, что вот оператор-перевозчик покупает контейнер для частного сектора, то есть, он объемом, как правило, 120 литров, ну, запланировали, как бы, таким образом, то есть, достаточно, в неделе образуется примерно такое количество отходов, раздает, ну, по договору жителям, и, ну, условно, оплата за, как бы, аренду этого контейнера, то есть, ну, чтобы каким-то образом со временем покрыть расходы, затраты на его приобретение, то есть, ну, условно, пока это 24 тысячи в месяц, примерно аренда этого контейнера, наверное, я думаю, что будет и дешевле, ну, учитывая сроки в эксплуатации, учитывая, что мы все равно это закупаем по, ну, по торгам, через конкурсные торги. Плюс дополнительно бесплатно два пакета именно для сбора вторичных материальных ресурсов, то есть, один пакет для бумаги и пластика определенного цвета, другой пакет для стекла. То есть, машина уже будет приезжать раз в неделю, забирает контейнер, погружает самостоятельно, забирает пакеты уже с собранными вторичными материальными ресурсами. То есть, ну, вот, пока такая идея, вот мы ее прорабатываем. Вот совсем недавно начал работать единый колл-центр в ЖКХ, по единому номеру 115, можно сообщить о своей проблеме, которая работает круглосуточно. Расскажите, насколько уже зарекомендовал себя и насколько эффективно работает? Ну, создан, да, с 1 ноября этого года контакт-центр ЖКХ города Минска, един номер 115, это единая точка входа. По всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Минска. Ну, что хочется первое сказать, значит, всего у нас было вот до этого, значит, 156 номеров. То есть, человек должен был знать, утром нужно звонить по одному номеру, вечером по другому, ночью по третьему. Значит, все вопросы в автоматическом режиме, что позвонил, все разговоры записываются, каждая заявка фиксируется в обязательном порядке, каждая заявка контролирует свое выполнение. Это контакт-центр. То есть, понятие это не шире, это не просто, вот как раньше было, просто диспетчерская, позвонил и решают там вопрос. По сути дела, они обязаны на любой вопрос, касающийся вопроса жилищно-коммунального хозяйства, дать в определенное время ответ. То есть, ну, как пример, пользуются спросом, конечно, ну, колоссально. Я считаю, что, конечно, на первом этапе были определенные шероховатости, определенные, ну, это как бы рабочие моменты, которые мы устраняли и решали. В контакт-центре создано два отдела. Это отдел, наверное, сервисного информирования, это непосредственно люди первой линии, операторы, которые, ну, общаются непосредственно с людьми, с населением, дают ответы на определенные вопросы. Но тоже хочется отметить, что вот более 65 тысяч звонков поступило вот за полтора месяца работы на контакт-центр. И из них где-то 32-33 тысячи – это просто консультации. Остальная вот половина, да, звонков, различные звонки, это и электроснабжение, водоснабжение, это уже вот как заявки, которые аварийного характера, но не в том числе, не только аварийный, то есть были заявки, как бы население, есть они. Непосредственно в момент разговора вот этот записывается в компьютер, фиксируется заявка, присваивается и номер определенный, мгновенно по связи передается в диспетчерскую службу ЖЭС, если это непосредственно вопрос ЖЭСа. В ночное время, опять же, непосредственно в диспетчерскую городской аварийной службы для выполнения этой заявки. Ну, я хочу сказать, что пользуюсь спросом, вижу реальное удобство для населения, и принимаем все предложения, пожелания по совершенствованию, чтобы они еще лучше работали, чтобы максимально удобно было для населения, чтобы все заявки, ну, мне важно, как бы и мне, и, наверное, всем людям, что любая заявка не осталась неуслышанной или не осталась забытой. Виталий Алексеевич, большое спасибо вам за беседу. Ну, а я напомню зрителям, что сегодня на вопросы большого города отвечал генеральный директор Государственного объединения Минское городское жилищное хозяйство Виталий Смирнов. Мне остается только добавить, что автором темы нашей следующей программы можете стать вы. Для этого надо всего лишь оставить сообщение на нашем сайте ctv.by с пометкой «Большой город» или позвонить по телефону 290-66-00 или 1-600-700. При подготовке программ мы будем учитывать ваши пожелания. На все интересующие вас аспекты жизни столицы вы получите квалифицированный комментарий от экспертов программы. На этом все. Всего доброго. Встретимся через неделю.